Сергей Дроздов надежный семьянин и отец двоих сыновей. На гражданке инженер-программист. После военной кафедры на сборы не привлекался 20 лет. С 19-го года его вторая мобилизация. На учениях капитан батареи отвечает за команду из 30 стрелков. Не только работа на позициях, это еще человеческое общение. Ну как бы людей нужно понять, где-то может помочь, объяснить. Ну на самом деле и наблюдал я тут даже за эти 20 дней не один раз ситуации, когда люди помогали друг другу, что называется, бескорыстно. Всем мы говорим, что это такая вещь, которую не забудет никто из нас, кто здесь побывал. Потому что это и непросто, с одной стороны, но и что-то новое каждому, я думаю, удалось узнать или почувствовать. Сергей и его команда во всеоружии. Звучит приказ. Все на места. На блокпосту ГАИ и терраборона. Проверяют транспорт на наличие опасных грузов. В одном из авто обнаружена банда с арсеналом оружия и взрывчаткой. Жаркая перестрелка. Захват опасных преступников. Следующий шаг. Обезвредить террористов, захвативших административное здание. На помощь заложникам спешит стрелковый взвод террабороны. Неподалеку МЧС и ОМОН. Преступники обезврежены. Выживших отправили за решетку. Но расслабляться рано. Разведгруппа замечает противника на бронетехнике. Сигнал передан. Тяжелая артиллерия в действии. Сработали слаженно и оперативно. Враг уничтожен. Чтобы боевой резерв был грамотным и организованным, территориальные войска тренируются регулярно. Личный резерв восстанавливает навыки владения оружием и техникой. На учениях атмосферы и условия военного положения. Отработка боевых задач по охране объектов во главе угла. Со всеми задачами терраборона справилась. Бойцы почувствовали прилив энергии и получили заряд адреналина. В частности, при работе с пушкой в экстремальных условиях. Это правильное решение проверять территориальную оборону именно практической направленностью. Считаю, что это правильное направление, которое необходимо наращивать. И с каждым годом уверенно идти по пути созидания, по пути наращивания, по пути привлечения людей к обороне нашей Родины. По всей стране берутся под охранную оборону объекты, которые важны для жизнебеспечения населения. Это, как правило, объекты энергетики, водоснабжения, теплоснабжения, пункты управления. В Минске таких объектов тоже предостаточно. И водозаборы, электроподстанции, у которых из строя может привести коллапс в городе Минске. Масштабный сбор и командно-штабные учения завершены. Уже сегодня военно обязанные возвращаются в свои семьи. Но при любой тревоге вновь готовы стать на защиту Родины. Территориальные войска не подменяют, а дополняют регулярную армию в случае необходимости. И роль таких бойцов в непростое время переоценить сложно. Антон Ковальчук, Андрей Мушавец, Сергей Васюкевич. Наши новости. Продолжение следует...